добрый вечер любое другое время суток по вашему выбору сегодня в нашем ретро кинозальчики фильм дилижанс извиняюсь за музыку глоткова но по моему она здесь вполне в тему фильм дилижанс 39 года фильм но с которого если конечно не начинался вестерн нельзя так сказать вестерн он начался вместе с кино и мы помним кто стоял у скажем так начал вестерна да лично white erb который там постоянно мотался по съемочным площадкам в голливуде да вот но фильм дилижанс это такой ключевой кино можно сказать что после этого вестерн стал фильмом социальным дат каким-то общественным явлением а искусством описывающим общество то есть не просто по стрелушке ковбоев с индейцами да а какое-то серьезное кино искусство вот которая именно направлена на показ каких-то человеческих взаимоотношений проблем там социальных конфликтов и так далее и тому подобное режиссер джон форд соответственно для него это был как бы первый из его супер фильмов да вот моя дорогая клементина но он перед этим уже очень много всего наснимал да но вот дилижанс а потом уже были гроздья гнева как зелена была моя долина но клементина и так далее и тому подобное мы еще все будем ну не все конечно многое будем смотреть также прорывом этот это кино стало для джона уэйна вы помните мы его не любим он правак и не любит коммунистов вот но он великолепный актер для него это тоже был прорыв тут кстати очень хорошо видно в кадре какой он зараза здоровый как он в этот дилижанс в лес непонятно просто а вот и это вот тот редкий фильм где джон уэйн скажем идет вторым в титрах до 1 в титрах идет клэр тревор актриса мы ее еще увидим но немножко в другом кино с хэмфри боггартом я и лорен бэкл вот я вам обещаю а вот ну как мы видим клэр тревор здесь получила 15 тысяч долларов целых за фильм а вот от жены уэйн не дотянул до четырех фу нищеброд вот но еще здесь есть актер джон карадайн отец хорошо нам известных дэвида и кита которых мы знаем и любим по разнообразному кино тоже человек непростой дракулы играл в свое время берри мора играл дворецкого собаки баскерели вы не поверите а вот ну в общем собственно вернемся к фильму дилижанс что из себя представляет фильм дилижанс да очень простую вещь на самом деле что делает ford он берет представителей разных слоев общества вот кстати я вам не рекомендую пользоваться русскими субтитрами они не точные перевод дубляж не слушал но вот субтитры тут точно сплошная от себя тина идет а вот он берет представители разных слоев общества там банкира какого-то уголовника преступника да то есть проститутку жена жену офицера пару буржуа там еще кого-то да вот бывшего офицера конфедерата и запихивает их всех в один дилижанс где повернуться невозможно вот и соответственно таким образом сталкивает их лубами между собой всех этих людей из разных социальных слоев социальных групп и так далее и тому подобное они разные в культурном плане фену как в плане положение в обществе опять же идет раскол по еще гражданской войне в сша которая тут закончилась не так давно да ну там например герой кара дайна постоянно цепляется с героем джона уэйна потому что но они совершенно разных страт да и еще с одним там с янки вот потому что кара дайна здесь играет такого офицера конфедерата вот тут вот его не очень видно он с другой стороны дилежан сидит кстати хочется сразу сказать что вот каскадеры трюки вот это вот все вот это вот прямо в стиле индианы джонс вот это вот штука сделано отлично люди работают с лошадьми просто прекрасные съемки сцена погони с индейцами она замечательная но она занимает там минут семь и она в самом конце собственно она ну как такая вишенка на торт да апофеоз этого кино это собственно даже не погоня с индейцами это сцена когда мужчины пассажиры дилижанса смотрят на новорожденного младенца вот то есть потому что кино здесь не про стрелялки вообще не прикол боев у индейцев тут именно про человеческие отношения да то есть между между людьми про то как собственно сама реальность она заставляет с абсолютно разных людей вот кэр дайна отличный вот как сама реально заставляет самых разных людей как бы действовать вместе там да как-то забывать социальные различия какие-то стереотипы до предрассудки так далее и тому подобное вот я не знаю может быть ford коммунист вот похоже на то иногда местами бывает ну вот ну и что еще можно сказать тут конечно специфический такой этот американский колорит вестерна и если как бы быть в теме да так чуть-чуть а вот то очень много всяких отсылочек до таких вот мелких но я думаю те кто те из вас кто смотрел скажем мой обзор на tombstone да то есть они прекрасно себе представляют что такое свободная территория аризона да то есть это последняя черта фронтира вот где как раз сбились все эти ковбои дикие индейцы апачи каманчи вот эти вот конфедератские какие-то остатки конфедератских каких-то отрядов и так далее и тому подобное и форт здесь кстати прямо отсылается к истории значит того же white erp в том стоне потому что ну тут просто по именам персонажи до героя уэйна зовут рингу вот соответственно шерифа который не шерифа точнее а федерального маршала это разница мы помним а вот который везет его там в тюрьму зовут керли его в титрах его постоянно зовут шериф хотя все его по фильму называют керли но мы помним был такой керли белл в том стоне да но собственно это все происходит где-то там рядышком да а герой кэридайна он просто списан с дока холидея да вот этот вот картежник южанин такой да такой гордый через губу на всех смотрящий так далее и тому подобное то здесь таких отсылок много все очень узнаваемо вот ну и в конце концов это еще то время когда кое-какие участники событий были живы вот то есть но человеку там с 1880 какого года до 39 дожить ну это в принципе вполне реальная вещь вот поэтому соответственно все выглядит достаточно аутентично вот ну и две красивые женщины соответственно клэр тревор и луис плат который здесь играет такую даму высшего света кстати тоже очень хорошо все исполняет вот и что я вам могу сказать мне могут спросить фильм 39 года какое черт побери старею вот зачем это сейчас смотреть я не знаю может он и 39 года но срежиссировано вот все эти конфликты развешенные ружья да какие-то взаимоотношения взгляды какие-то друг на друга да то есть там эмоции прям видны вот что происходит между героями срежиссировано это так что к моменту когда там уже индейцы начинаются да и когда этих героев всех могут убить индейцы здесь большую часть фильма как хичкоковская бомба под столом да то есть они как бы где то есть да они как бы так незримо давит да на происходящее но появляются только в самом конце ну вот когда они появляются ты уже за всех героев настолько переживаешь то есть ты уже настолько вот в их проблемах весь по по грязь там в их отношениях и так далее вот что ты вот эту сцену смотришь просто отлично отлично на лошадях работают просто вот сжав кулаки да вот так вот давайте ребята давайте давайте даже если ты знаешь чем это все кончится вот но это называется эффект фильма чапаев когда при каждом следующем просмотре а вот ты думаешь доплывет он или не доплывет кстати тот же эффект наблюдается в фильме звездные войны новая надежда когда они там взрывают звезду смерти ну и вот тут тоже самое вот что и что сказать под конец ребята отличное кино нисколько не устаревшие очень драматично и очень грамотно снятая цепляет по полной программе да конечно есть там момент привыкания картинки а вот к манере подачи но как только вы там к этому немножко пообыкнетесь шикарный фильм всем смотреть классика она потому и классика потому что она про людей про отношения она не ставит вот и 39 года фильм или какого-нибудь там восемьдесят девятого это соответственно абсолютно не важно а да мне тут еще понравился момент вот тут такой есть актер том талер но собственно он играет антагониста героя джона уэйна так вот он в свое время отметился сериале сорок первого года капитан марвел играл там капитана марвела представляете были розовенькие времена когда капитан марвел был мужиком вот какой сексизм сорок первом году какой ужас приятного просмотра всем добра